Судьба меня от вас отделила, дорогие мои, родные, дети мои, разделила на неопределённое время. Неопределённое время оказалось 70-летней разлукой, что письма с войны приходят и сегодня для дочери-фронтовика из Буинска стало самым дорогим открытием. Отец Салих Сайкин ушёл на войну, когда ей было 8, а его фронтовые послания лишь в этом году случайно нашла родственница. Он без вести пропал. Ну, без вести всё, там, ставили пенсию платить нам, и пенсию вот мы так и прожили. За несколько секунд мы сканируем. А так, строком с войны в Госархиве Республики дают вечную жизнь. Это письмо с фронта в Казань наш земляк Ахмед пишет любимый в марте 43-го. Последние дни подряд вижу тебя во сне, вижу и детей. Мы с ними играем вместе, а иногда сидим за столом за обедом, как мы сидели всегда. Сплю крепко, весь день на ногах, в день приходится пройти десятки километров. Но всё это, я думаю, пройдёт, и мы обо всём будем говорить, как о прошедшем. И мы будем снова счастливы. Все. И ты, и дети. А пока привет. Если так дело пойдёт и дальше, то действительно скоро фрицам придёт капут. Под плачущим небом в памятную дату, голосом и лицом этих писем успели стать депутаты Госсовета Республики. Такой телецикл на нашем канале прошёл ровно год назад. Это был старт в Татарстане федерального проекта «Письма военных лет». На сегодняшний день нами получено 3199 писем. Из них уже 2647 мы оцифровали и разместили на сайте. Сейчас мы продолжаем эту работу и хотим оцифровать все. И хочется впеть слова песни «А над нами бездонное небо». Пиши мне, Верок, письма. Я очень и очень хочу услышать новости с родного дома. Экспозиция с «Письмами войны» уже прошла по всем районам Татарстана. И в каждом коллекция пополнилась. Строки любимым написаны и в окопах, и землянках во время бомбёжек и обстрелов. Собраны теперь на сайте Госархива Республики. Лена Зинатольевна, Данил Филатов, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова